Давайте посмотрим, что будет Да, посмотрим, я возьму L1 равное 0 Ну, опять поступим точно так же Ясно, что где-то вот здесь вот Да, мы будем считать, что RA, конечно, существенно меньше, чем R-нагрузки То есть в основном, конечно, мощность вот сюда Идет, ну, а здесь существенно меньше Чем будет здесь отличие? О том, что вот этот ток нагрузки здесь не постоянный теперь А ток будет изменяться в соответствии То есть и нагрузки Ну, будет равняться E2 там какой-то фазы Делить на R-нагрузки И тогда Вот я вот здесь пунктиром нарисую Если здесь пунктиром у меня была нарисована вот та же самая синусоида Ну, опущенная вниз на величину R и 0 То теперь я ее просто уменьшил по амплитуде Потому что напряжение меньше будет на величину пропорциональную току Ну и тогда выпрямленное напряжение получается вот таким вот И опять есть вот эта вот область Перекрытия Вот смотрите, интересная вещь Я оставлю... схема содержит только идеальные элементы Ну, сейчас в такой трактовке идеальный трансформатор, идеальный вентиль Резистивная нагрузка То есть чисто резистивная схема А ведет себя график Очень похож на то, как будто бы вот Когда мы рассматривали индуктивность в анодных цепях диодов Индуктивность рассеяния В чем причина? Откуда это взялось? Эффект такой же, как наличие реактивного элемента А причина в том, что вот эти напряжения фазные сдвинуты на угол неравный 180 градусов Вот если вы нарисуем для двухфазного выпрямителя Такую же картину То здесь ничего подобного Включайте сколько угодно Если индуктивности будут включены Здесь тоже будет этот эффект А наличие резистивных спалений Здесь будет, ну, фазы Каждая фаза будет работать в свое время Это я просто говорю о том, что наличие В схеме какой-то фазового сдвига Между напряжениями неравного 0 и 180 градусов А какой-то, вот так как здесь, 120 градусов Приводит к эффектам таким же, как и включение индуктивных, там, реактивных элементов в схему Вот отсюда вот это вот, пожалуйста, запомните Потому что с такими вещами вы можете встретиться где-то, я не знаю, какая-то счетная схема Там какие-нибудь мультивибраторы считают там счетчики Которые нет ни строгой напряжения, ни строгой противофазмы А с каким-то сдвигом по напряжению Значит, эффект может быть точно такой же Наличие резисторов приводит к тому, что затягиваются фронты Вот, ну и вот на этом тоже закончим Значит, теперь мы тоже будем считать Будем считать, что мы разобрали Да, еще не рассмотрели, когда есть и R, и L Ну, это уже слишком сложно, так сказать Если нужно эффект, то ничего нового мы не получим Но получится какие-то расчетные соотношения Которые в справочниках можно найти Спасибо за субтитры!